Всем доброго дня! Конечно, многие хотят знать формулу успеха и стать знаменитым, обеспечить себя и своим детям хорошую жизнь. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одной из таких форм успеха и как стать знаменитым. И, конечно, вы все зададите вопрос, а как им стать? А я сразу вам скажу, а не как. Вот такая вот она простая формула жизни. Для того, чтобы стать известным человеком, вам нужно иметь первое. Это много таланта, желание, а главное удача, если вы простой человек. Или выполнить самое простейшее условие, чтобы ваши папа, мама, дедушка или бабушка имели высокопоставленный пост или были из какой-либо династии. Вот и все. Формула успеха, она очень простая. И поэтому, если все эти условия выполняются, то вы и особенно ваши дети будут известными и обеспеченными людьми, вплоть до внуков и правнуков. Если же эти условия не выполняются, то забудьте стать известным и обеспеченным человеком, потому как все места уже давно заняты внуками и правнуками известных людей. Теперь я вам приведу примеры этой простой формулы. Сразу хочу сказать, что ко всем людям, которых я буду перечислять, я испытываю уважение, так как они все-таки работают независимо ни от чего и стараются стать известными. Они стараются добиться признания народа своими силами и своим трудом. Кого я не уважаю, это те, кто сегодня называются мажорами. Люди, которые умеют только хвастаться деньгами и своим положением. И ничего больше в своей жизни, которые не смогли добиться, кроме как показать свой комплекс неполноценности как личности. Много денег, а толку мало. Вот и все. Я вот все, если честно, хочу понять все-таки, вот какой процент оставлен простым людям, чтобы стать по-настоящему известным человеком. И, конечно, ответить на вопрос, что есть талант у человека, а что есть профессиональная работа человека. Его дорогостоящая учеба, репетиторство у известных людей и так далее. Ну ладно, давайте начнем лучше. Вы все знаете, конечно, Екатерину Андрееву, известная телеведущая. Пока она дошла до ведущей, кстати, она всегда страдала фигней. То она юристом была, то она спортсмен, то она историк, то она черт знает кто. А знаете почему? А потому что у нее папа был сверш простым человеком, заместителем председателя СССР по госснабжению. Я вам честно скажу, нехилая такая должность. Сами слова о себе говорят. Я думаю, вопросов у никого, ни у кого не будет. Почему Екатерина Андреева стала такой известной. Далее. Галкин Максим. Весельчак. Умеет смешить народ, смог добиться признания все-таки от народа. И у нее веселый нрав, как таково, всегда был. Все потому, что жизнь его была простой. В семье военных. Папа генерал-полковник. Возглавлял главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации. Был депутатом Госдумы. Мама еврейка. Была кандидатом в физико-математических наук. Старший научный сотрудник Международного института теории прогноза землетрясений. Как видите, папа и мама у нее были такие довольно интересные люди. Че ему не веселиться, как говорится, всю свою молодость. Ну, раз мы говорим о шутках, веселой жизни, где все равны и у всех равны возможности, и сцены признают якобы только таланты, то решил посмотреть, а насколько это правда. И что есть талант, что есть хорошее обучение, лучшие репетиторы и высокий профессионализм в своей профессии. Александр Масляков, всеми нами уважаемый человек. Человек, который пытается хоть как-то еще сохранить культуру доброго человека, интеллигенцию и просто культурный и тонкий юмор без всякой пошлости. То есть, как бы там ни было, но этот человек еще из Советского Союза что-то пытается сделать. То есть, убрать шоу-бизнеса, вот эту всю грязь. То есть, только за это его можно благодарить и уважать. Конечно же, всем интересно, а был ли он сам из простой рабочей семьи? Я вам сразу скажу, нет. Папа у него военный летчик, штурман. После войны служил в главном штабе ВВС СССР. Как видите, сам Масляков также не из простой семьи-боевого летчика откуда-то из-под Тюмени. То есть, извините, работать в главном штабе ВВС СССР это хорошая должность. И сразу, кстати, вспомнил кого-нибудь Мертиросяна Гаррика. Он такой, он очень умный человек и очень образованный, кстати. Мне всегда вот было интересно, а все ли могли получить такое образование с детства, как он? Именно вот этот Гарик. Потому что этот человек очень такой начитанный, очень эрудированный. И я думаю, что нет. И, конечно, теперь возник другой вопрос. А из простой ли он семьи? Вот как вы думаете? Вроде родители у него простые люди. Мама у него, правда, врач, доктор наук. Но вот дедушка у него был, кстати, очень высоким человеком в СССР. Заместитель министра торговли СССР. Младший брат Гаррика, кстати, помощник президента Армении. Вот сейчас не знаю кто он. Как видите, у Гаррика тоже не все так гладко в семье. То есть родственники у него довольно-таки интересные были. Конечно, нельзя обойти стороной Семена Слепакова. Добродушный и веселый парень. Вот и ему лично и персонально спасибо за песню Шпильвиль. Мне очень, если честно, понравилось. Все-таки, да, есть что-то у него такое. И я не могу сказать, если честно, талант он или нет. Я не профессионал в этой теме, но я могу зато точно сказать, что Семен профессионал своего дела. Он знает, что он делает и как это делать. И как бы это никто не может отрицать. Оказалось, что Семен тоже не из простых. Папа доктор экономических наук и заведует кафедрой. Мать кандидат филологических наук, профессор университета в Пятигорске. А вот двоюродный дед Слепакова очень и очень известная личность. Это Яков Аронович Костюковский. Этот человек за свою жизнь много чего сделал. Этот Яков Аронович вместе с Великим Гайдаем написал сценарий фильма «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Операция» и другие приключения Шулика. Как видите, наш Семен Слепаков тоже не из простой семьи. Я, кстати, не знал, что Семен всегда пытается сказать всем, что он себя считает этническим евреем. Правда, не знаю, почему это он говорит и каков в этом смысл. Теперь я даже не знаю, что и думать про Сергея Светлакова, который на передаче Галкина похвастался, что он из династии железнодорожников прямо с времен Николая II. И как говорит сам Сергей, что якобы сам царь Николай наказал за провинность прадеда Сергея ложит Шпалу все его родни до самой смерти за то, что тот наступил на ногу самому царю. Вот и ложит типа Шпалу четыре поколения Светлаковых, а сам Светлаков не захотел и подался в артисты. А у меня к вам вопрос. Многие ли из вас могут наступить на ногу Путину при встрече? Я думаю, что многих просто и на пушечный выставок не подпустят к президенту. Не то, чтобы наступить ему на ногу. Исходя вот с такого интересного, такого веселого рассказа, можно сделать такой логический вывод, что прадед Сергея был такой интересный человек, что он был приближенный к царю Николаю II, потому что просто так никто бы не смог подойти к царю Сия-Руси, как говорится. Ну, а теперь возьмем Ивана Урганта. Добрый, простой и веселый парень. А знаете, почему он такой добрый и всегда веселый? А потому что он просто из династии актеров, элиты советского кино и театра. Его отец всем известный Андрей Ургант, бабушка Нина Ургант, и он еще в придачу внук известного актера Сэр Льва Миллиндера. Это, можно так сказать, легенда Советского Союза. И, конечно, исходя из всего этого, я думаю, что ни для кого не секрет, что на нашей эстраде кино, театра и шоу-бизнеса многие места, именно самые лучшие места, так скажем, условно, заняты детьми и внуками советской творческой элиты, а также той элиты, которая всегда была у власти, что при СССР, что сейчас. Я не отрицаю, что вот все эти дети, вот этой элиты бездарные. Нет, я считаю, что они просто профессионалы. Их с детства учат лучшими учителями. Они растут в обстановке творчества. Считайте, что у них с детства идет тренировка, как у спортсменов. То вы можете согласиться, что когда эти дети подрастают, они уже выходят профессионалами на творческий путь. Все как у спортсменов практически. И, кстати, могу вам тут одну заметку сделать. То, что нынче спортсмены, спортсменами, большими, именно великими спортсменами, могут быть дети только из обеспеченных или богатых семей. Как ни странно, но на сегодняшний день спортсменами не могут стать, в большинстве видов спорта, дети из простых семей. Потому что просто у родителей нет таких денег, чтобы тренировать своего ребенка. То есть нанять хорошего тренера, иметь, допустим, какое-нибудь спортивное поле, или спортивную площадку, потом экипировку и тому подобное. И автоматом получается, что спортсменом сегодня может стать только тот, у кого много денег. Вот такая вот она, правда, жизни. И вот, исходя из таких маленьких примеров, можно сказать, что многим смертным, вообще известность, это дорога, которая закрыта изначально. Как говорится, элита всегда будет наверху, потому что у них есть возможности. И, как видите, в нашей жизни одного таланта мало. Нужна иногда просто удача. То есть я и говорю за простых людей. Мне единственное, вот, нравится, что вот хоть в игре КВН иногда простым людям дают возможность проявить свои таланты и показать его людям. И, может быть, стать еще известным. А в основном, как таково, мы видим, что все места кем-то уже заняты. Потому что у всех этих нынче молодых известных личностей всегда папа, мама, дедушка или прабабушка были кем-то. И, конечно, как и все получается, как в том старом анекдоте. Дедушка, могу ли я быть прапорщиком? Да, внучок. Можешь. А могу ли я стать дедушка генералом? Дедушка говорит, нет, внучок. Потому что у дедушки генерала тоже есть свой внучок. А теперь я расскажу немного не по теме. Просто дело в том, что, когда я смотрел биографию некоторых людей, то нашел информацию об одном КВНчике. Основатели и участники команды «Новые армяне» Тумасяне Артуре Львовиче. Он играл в команде вместе, кстати, с Гариком Мартиросяном. Артур Тумасян погиб при трагических обстоятельствах. Я не буду говорить о нем ничего. Я только расскажу, как он погиб. Он погиб в авиакатастрофе в мае 2006 года возле Сочи. Он летел на самолете рейсом 967 в Ереван-Сочи. Кстати, по сей день не сны все обстоятельства данной катастрофы. Но у этой катастрофы есть одна особенность. Точно такие же катастрофы потом произошли в разное время у нас по стране. Даже Международный авиационный комитет полета был вынужден признать, спустя некоторое время, что эти авиапроисшествия похожи между собой. Второе авиапроисшествие такого же типа произошло 17 ноября 2013 года в Казани, когда на борту самолета находились глава управления ФСБ Татарстана, ученый-востоковед и сын главы Республики Татарстана, а также один гражданин Великобритании и Украины. Всего погибло 50 человек. Следующая авиакатастрофа произошла 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону. Рейс Дубай-Ростов-на-Дону. Погибло 62 человека. Среди погибших оказались депутат законодательного собрания Ростовской области Игорь Пакус, директор центра пластической хирургии Ростовской областной больницы Олег Чистяков. И, кстати, не удивлюсь, что кому-то он в Дубае перед этим делал операцию. Потом еще погиб директор департамента ЖКХ Новочеркасска Сергей Безгласный и глава администрации Азовского района. Также находилось 8 украинцев, 1 гражданин, 1 гражданин Индии и 1 из Ульбекистана. Пилоты, кстати, этого самолета были 1 киприот и 2 испанца. У этого рейса также, кстати, много загадок. Никто по сей день так и не ответил, зачем самолет упорно кружил над городом 2 часа и не улетел на другой аэродром. И почему диспетчеры приказали пилотам перейти на другую линию связи, после чего связь с этим самолетом сразу же и полностью оборвалась. И потом этот самолет просто упал. То есть самолет практически оставили без какой-либо связи, что диспетчер никто ничего не мог передать, насколько хорошо летит самолет. То есть быстро приземляется или нет. Кто именно еще летел этим рейсом, неизвестно. Но самое, что бросается в глаза, сам через Википедию, то, что соболезнования выразили многие первые лица разных государств. Вот это вот, конечно, странно. Почему-то вдруг все первые лица разных государств выразили такие соболезнования. Именно к этому авиапроисшествию, а не каким-либо другим. Ну и, конечно, сразу же не грех вспомнить авиакатастрофу с польским президентом и авиапроисшествия с Суперджетом, который также был, кстати, набит непосредними людьми в Мурманской области. Вы, я думаю, еще по сей день помните, кто там был. И я думаю, вы еще помните, что там даже оказался каким-то образом родственник погибшей девочки с Керченского колледжа, где она погибла. И, кстати, у Суперджета тоже есть одна такая вот интересная странность появилась. Это когда, ну что вы все знаете, что там погиб один американский парень. Так вот, странность вышла, знаете в чем? Что наше российское консульство связалось с полицией США, чтобы те оповестили родственников и могли приехать в Россию. И при этом сообщили родственникам этого американского парня, что российская сторона все расходы берет на себя. И вышла такая вот интересная небольшая заминка. Первое, что полицейские почему-то сразу, американские полицейские, сразу не смогли найти этих родственников. А потом эти родственники почему-то не очень-то и торопились в Россию на опознание. Вот это, конечно, всех удивило немножко. Ну, вроде как, приехали, потом опознали. Это и короткая информация по авиапроисшествиям. Я с вами решил поделиться просто на всякий случай. Вдруг кому-то это станет интересно. И вдруг кто-то чего-то не знал. Поэтому я и рассказал. Но я больше хотел-то не об этом поговорить. Не о авиапроисшествиях, а вот именно о талантах человека и профессионализме человека. То есть просто понять, что есть талант у человека, а что есть профессионализм. То есть очень хорошо обученный человек, у которого много уже какой-то определенной практики вместе с теорией. Потому что вот эта вот разница, вот эта граница, она очень такая иногда бывает тонкая. И также хотел сказать еще, что настоящая элита – это очень умные люди. То есть все те внуки, правнуки, бабушки, дедушки, которые относятся именно к какой-то элите, они все люди с большим образованием. То есть они всю свою жизнь учатся, они что-то делают. Они имеют лучших учителей, лучших репетиторов, если требуется дополнительно что-либо. И, конечно, и получается, что вот такие люди, то есть вот эта элита, они и живут потом династиями, потому что это их жизнь. Согласитесь со мной, что вот эта вот элита, то есть даже семьи династии, они никогда и никому не отдадут свое место, какое бы оно ни было, кому-либо. И какой бы талантливый и гениальный человек бы ни был со стороны, они его никогда не впустят в свой круг. То есть вот занимается человек, допустим, песнями, вот эта элита и будет всегда петь. То есть будут петь их дети или внуки или правнуки. Но они никогда не позволят зайти к какому-либо талантливому человеку. Потому что как только талант зайдет, то всем станет сразу же понятно, что тот человек из элиты – он бездарь. Просто он обыкновенный профессионал, но не талант. И, конечно же, тут нужно заметить еще одну такую маленькую тонкость, что вот эта вот элита, она имеет постоянно такую ротацию поколений во власти. Что я хочу этим сказать? Например, если дедушка торгаш, то есть, допустим, министр или замминистра там чего-то, то дети потом у этого торгаша будут обязательно учеными как таково. То есть они отправляют уже детей в другую сферу. Потом они могут сделать, что правнуки будут политиками, а праправнуки могут опять стать торгашами или стать артистом, как говорится. То есть очередность профессии, по идее, не имеет никакого значения. Для элиты, для людей из элиты главное – скрыться от общества, чтобы никто не заметил вот эту связь. Но при этом, чтобы всегда быть у власти. Вот это и есть наша элита, так называемая. Только наша элита нынче немножко так оборзела и стала показывать, кто они есть и откуда появились. И начали при этом хвастаться, кто круче и у кого больше типа дворянской даже крови. Или у них такая мода пошла, я не знаю. Но вот элита нынче вот эта наша русская начала себя показывать повсюду. То есть показывать такой с определенной стороны, что они лучше и круче всех. Вот и все, что я хотел. А так всем большое спасибо и до свидания.